20 минут о красивой жизни, модных людях и ярких событиях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте! Люда Бирман, участница сегодняшнего модного эксперимента, стилист скорее по призванию, нежели по профессии. Много лет она посвятила банковскому делу, а умением эффектно комплектовать стильные луки вызывала восторг и зависть еще до того, как миллионы персональных шоперов и прочих фэшн-аналитиков заполнили эфиры и интернет-пространство. Я никогда не иду за определенной маркой или за определенной вещью, которая как будто бы мне не хватает в гардеробе. И я никогда не гонюсь за брендами. И меня даже больше интересуют марки не очень известные, не очень популярные, поэтому мне особенно интересно было для себя открытие сделать. А цвет вот этот травянисто-зеленый, ну просто фаворит в сезоне. И потом, ну что такое цвет? Ну смотри, какая прелесть. В поездках и в прогулках очень комфортно. И в зависимости от того, что ты и с кем-то себя чувствуешь в определенный момент, это же можно на все миксовать. Но, предположим, если хочется дерзости немножко, я бы сюда добавила красный. Мы расположим шляпы или перчатки. Или синий очень хорошо, с зеленым. А если хочется такой тайной элегантности какой-то, то можно белый. Потому что верх, например, с белыми брюками или с белым летним пальто, или с белой шляпой, или просто белые перчатки, просто роскошно. Ну-ка, сейчас мы еще что-нибудь придумаем по ходу дела. Теперь еще отдельно хочу сказать про вот эту яркую, замечательную деталь вампассы, которая, как известно, перекочевала с генеральских военных штанов, заполонила мир. Можно такие придумать креативные идеи. И потом такая полоса, она же нас делает стройными, силуэт удлиняет. Поэтому я считаю, что просто это великолепно. Ну вот, кстати, про лампассы я говорила. Вот эти вот ленты яркие в рубашках, конечно, они придают такую остроту. И я считаю, что тут сочетание можно сделать замечательное. Потому что можно же не только в тон рубашки подбирать, или на контрасте с рубашкой вниз, можно и поиграть с цветом ленты. В моей практике профессионально очень часто приходилось ходить в костюмах. И, может быть, это избыточное уже, так сказать, влияние на мое сегодняшнее видение. Поэтому я бы предпочла их разбивать. Хотя ничего плохого в этом нет. И здесь очень важно, чтобы это не было скучно и монотонно. И поэтому я бы, может быть, какие-то несочетаемые вещи предлагала тогда, если мы надеваем и пиджак, или как жакет, или пиджак с брюками. То я бы немножко тут поэкспериментировала. Вот смотрите, вот, предположим, эти брюки и туника. Прекрасно подойдет. И когда вы в офисе или в помещении, вы можете ее снять. Вот юбки, ну, это вообще эффектная ткань. Она, конечно, придает женственность. Я считаю, что юбку такую можно носить не только как самостоятельный, так сказать, элемент гардероба, там, со свитером каким-то, или с курткой. Я бы надевала, и для себя я ее беру, с тем, чтобы это был как элемент верхней одежды. Предположим, я это вижу на белое платье, которое будет немножко длиннее, да, ниже, чем юбка. Просто сверху, и, придя на работу, можно, ну, даже куда, даже в театр можно ее снять. Я считаю, что к ней здесь очень важны, есть элементы, которые прекрасно дополнены. Капюшон и косынка. Потому что вот, если юбку я надену, или даже на шифоновое платье, или даже, может быть, на трикотажные брюки, или толстые колготки. Или красные можно, можно белые толстые колготки. И вот такой капюшон, и косынка. Ну, вот смотрите, как чудесно. А вот короткие юбки, для более, я вижу, креативных таких особ, потому что сюда, конечно, какие-то тяжелые ботинки я бы надела, но сюда колготки я бы не стала надевать, только леггинсы. Но здесь зато уместен, в отличие от этой юбки, как мне кажется, был бы короткий какой-то толстый свитер с аппликациями, там сердечки какие-нибудь, зверюшки какие-нибудь. И было бы здорово и интересно. А вот к этой юбке, вот сейчас мне приходит в голову сумку-почтальон. Было бы хорошо, коричневый ремень, белый короткий плотный свитер. И, наверное, в отличие от этой, я бы сюда надела даже туфли или полусапожки на тонком-высоком каблуке. Вообще, это же очень индивидуально. От настроения зависит. Я точно знаю, что та вещь, которая мне нужна, она все равно мне встретится. ТФП Аббревиатура, знакомая тем, кто любит снимать и позировать фотографа. Суть явления заключается в том, что фотограф и модель по взаимной договоренности работают друг на друга бесплатно. В результате могут получиться не только снимки, которые украсят портфолио, но и экспонаты, достойные фотовыставки. ТФП-сообщество или группа, где модель может найти фотографа, а фотограф-модель для своего портфолио вышла на новый уровень. В публикации из сообществ в соцсетях переместились в выставочный зал. Теперь каждый желающий может увидеть результаты любителей и профессионалов на выставке современной фотографии. Основная идея нашей выставки – показать, что челябинские фотографы видят мир по-другому. Что Челябинск не индустриальный, что Челябинск неплохой. И тут не все хмурые и такие, знаете, там, грустные. Челябинск удивительный. Челябинск космический прекрасно развит в плане фотографии. Идей безграничное множество. То есть, ну, не сказать, что эти идеи нужны даже всегда. То есть, снять девушку в цветах, например, не так сложно на фоне ковра. Ведь мы занимались еще во времена СССР, когда эти ковры повисли на стены. То есть, вот тут примерно то же самое. Вопрос в том, чтобы снять это красиво и необычно, чтобы это привлекало. А вот вопрос, как, это уже для каждого свое. Да я вообще люблю исключительно художественные фотографии, вымышленные вещи. Может, даже где-то мультяшные какие-то такие. То есть, все несерьезное и не связанное с обычной человеческой жизнью. Потому что обычной человеческой жизни не так хватает, а тут хочется что-то творческое. Одна из ее черств, она очень разноплановая при общей какой-то концепции, идее, но что все авторы очень яркие и разнообразные. Почти две тысячи фотографий были вынесены на суд организаторам, которые, в свою очередь, отбирали самые достойные. Вообще страшно называть цифру, но около 1700 работ. Из всех работ мы, я и мое терпение выбрали порядка 70 работ, самых лучших, самых интересных, на мой взгляд, которые мне бы хотелось показать всем. Это, как правило, работа, которая вызывает эмоции. Отправил четыре, приняли четыре. Это очень сложное, конечно, решение выбирать, но всегда помогает выбрать самые уникальные, самые яркие работы. Красная лента, восторженные отзывы гостей и гордость за свои работы. Так прошел этот день для всех любителей жанра фотографии. На две недели Союз художников России принял эту выставку и знакомил с ней всех жителей нашего города. Меховой бутик «Фьера», улица Елькина, 45. Одевайся свободно, одевайся легко, одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «Акупалс». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных мор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77 88 905. Лазерные технологии применяются в различных областях медицины, в том числе и медицине эстетической. Что важно знать о лазерной косметологии, смотрите прямо сейчас. Лазерные технологии в эстетической медицине применяются не одно десятилетие. Все эти годы ученые работали над тем, чтобы параметры эффективности и безопасности лазерных аппаратов стали более высокими. У аппаратов последнего поколения широкий спектр возможностей. Уникальность данной процедуры состоит в том, что помимо того, что улучшается качество кожи, мы можем получить усадку кожи на 20%. Также у этого аппарата есть такая процедура, как безоперационная блефаропластика. Проводя процедуру в переорбитальной области, мы уменьшаем кожный лоскут на 20%. Тем самым подтягивается верхняя и нижняя вея. Вектор задач, который решает лазерная косметология, довольно широк. Это коррекция рубцов и пигментации сосудистых звездочек и расширенных пор. Ну и, конечно же, лазеры работают в таком направлении, как лифтинг и разглаживание морщин. Есть разные программы. Лазерный пилинг, лазерная шлифовка, коррекция рубцов, коррекция стри. Процедура лазерного омоложения безболезненная. Она проводится с предварительным нанесением аппликационной анестезии с кремом. Поэтому сам процесс проведения не сопровождается какой-либо болью. Единственное, после процедуры пациент чувствует ощущение жара на лице, которое проходит в течение первых суток. Лазерные методики в нашей стране, как и во всем мире, применяются не одно десятилетие. Но у них есть и ряд противопоказаний. Об этом врач-косметолог обязательно расскажет на предварительной консультации. Модель X+, проект для женщин с пышными формами, это уроки стиля, отработка дефилея подиумного шага и бесконечные практические занятия, которые происходят в салонах одежды и бутиках. Это и вызывает живой интерес программы Beauty Time, и именно поэтому мы следуем за участницами этого проекта и наблюдаем за тем, как они выполняют наставления своих педагогов. Бренд Xenia Design известен своими деконструктивными и авангардными образами, которые с легкой руки стилиста могут удачно составить конкуренцию к консервативному ежедневному образу. Решиться на смелые эксперименты сегодня предстоит участницам проекта «Модель X+, от имидж-клуба Светлана». Этот образ для меня очень привычный. Я, в принципе, так на драйве все время. И он у меня, конечно, новый, но он мне очень нравится. Я еще круче хочу. Я здесь нашла именно то, что я искала, потому что меня обычно видят в очень романтическом образе, и вот сейчас я как раз тоже в таком проявлении. Но мы померили много других комплектов, которые как раз были достаточно дерзкие, чтобы удовлетворить мое желание вот этого хулиганства, которое я не могла, допустим, найти сама для себя. Я предпочитаю спортивный стиль, но очень хочется иногда просто выйти, и чтобы все ахнули. Сегодня был такой момент. Я очень довольна. Что-то было слишком стильное, что-то было интересно, но каждая нашла себе что-то интересное именно для себя. Эту одежду, скорее всего, девушки еще никогда в свой гардероб, в своем гардеробе не использовали, поэтому они сегодня стоят на пороге собственных модных открытий. Экватор проекта участницы провели на мастер-классе, деляясь результатами и позитивными изменениями. Сегодня ровно половина проекта прошла. Девушки в течение первой части нашего проекта прошли большой теоретический курс, в ходе которого узнали, мы поговорили об основах имиджа. Самое-то главное, я как бы увидела то, что сегодня, ну, как бы в тренде модно, и хочется это тоже попробовать на себе, и я в этом себя по-другому ощущаю абсолютно. Весь мир переворачивается квердном, и себя чувствуешь просто королевой. Для чего нужно другим сюда идти, абсолютно всем? Для того, чтобы научиться чувствовать себя красивой, чувствовать себя гармоничной, одеваться правильно, накладывать визаж правильно, и любить себя такой, какой ты есть. Нам дают много интересной информации по поводу, где можно купить хорошую косметику, красивую, комфортную одежду, где можно подобрать для себя образ. Мне кажется, что каждая женщина должна себе нравиться, она должна любить себя, и проект этот именно создан для того, чтобы женщина поняла, что она женщина. Модные практики дают свои плоды. Кто-то кардинально сменил свой стиль в одежде, и мастера по волосам, а ведь это только половина. Какие же изменения дальше произойдут с участницами, узнаем совсем скоро. Кстати, запись на новый сезон проекта «Модель Х-Плюс» от имидж-клуба Светлана уже открыта. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Для первых в труде И первых в игре Для первых свиданий И первых признаний Для первых по кудряшкам И первых по волнам Для первых на поворотах И первых на виражах МАХВА Первые для первых Вы смотрите Бьюти Тайм Красивые подробности Красивых событий В формате No Comment В завершении выпуска Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Еще больше сюжетов о красивой жизни На наших страницах в соцсетях Ищите по хэштегу Бьюти Тайм Нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен До встречи Наши стильные партнеры Имидж-студия Елены Ивановой Ателье «Модный дом. Я» Субтитры подогнал «Симон»